Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня, как сами понимаете, о чем? О любви. Большая тема, попробуем узнать немножко о любви. Когда наш праотец Яков хотел жениться на Рахеле, который он любил, его отец Лаван обманул, подсунул его Рахель за минулей, и теперь по традиции каждый мужчина должен приподнять вуаль, когда приходит невеста, посмотреть. А вот дальше что происходит? Написано, что традиция, чтобы не подменили, пошла жену. А для чего ты тогда опускаешь вуаль? Держи ее открытой, чтобы тебя в процессе не подменили. И тем не менее мы почему-то эту вуаль опускаем. И здесь надо вдуматься. Не только Яков, но и каждый жених и невеста до конца, не знают друг друга до свадьбы. И многие качества характера и что там будет дальше в жизни, они сокрыты. И поэтому глубинный смысл вот этого вот опускания, которое называется Бадекин, заключается в том, что закрывая лицо невесты, жених выражает свое не зависящее никаких обстоятельств, ни от каких нюансов любовь. Все, это моя судьба. Он принимает ее такой, как она есть, даже не зная до конца со всеми достоинствами и недостатками. И смысл брака в том, чтобы найти в одной женщине, в своей жене Илею и Рахеве и свою судьбу и свою любовь. Это невероятно сложно, но зато и бонус какой. Вообще подход Торы отличается от господствующего в современном обществе. Представление, знаете, которое там свадьба, это кульминация любви. Абсолютно другое в Торе. Согласно Торе, любовь начинается именно после свадьбы. Потому что истинная любовь, это готовность давать. Все, что называется любовью, нам это такое давать. Что такое любовь вообще? В килограммах не измеришь. Можно только вкладывать, вкладывать себя. Что у нас честное? Люби ближнего, как самого себя. Что это такое? Давайте я приведу пример просто из месячной давности. Что такое любовь, если мы понимаем. Человек зовут его Роня Леви, из-за знаменитого уничтоженного террористами кубки Буца Берри. 80 лет. Отстреливался от Хамаса до последнего патрона. Он опытный десантник. Сирота прибыл с Алжира, был в возрасте 12 лет, один без родителей. Очень работал десантником здесь, и за границей в десантных войсках. Он понимал, что происходит, но с первой минуты понял все, что будет. И принял единственное возможное решение. Он так поставил все, как будто бы он одинокий мужчина. Спрятал свою жену и отстреливался до конца. И они сумели его взять, только когда уже кончились патроны. Его взять смогли, но он правильно рассчитал. Уже у террористов не было времени обыскивать дом. Жена спаслась. И вот Роня Леви, из-за Буца Берри. Может, это именно и любовь? И смотрите, что происходит. Вернемся к Торе. Все началось с любви. Сначала всем правило любовь. Яков влюбляется в Рахель с первого взгляда. Другой такой любви в Торе нет. Авраам и Сара уже женаты, когда мы с ними познакомились. Исхаку жену выбрал отцовский раб. Но Яков именно влюбляется. И вот тут есть проблема. Написано, что не все так просто с этой любовью. Любовь объединяет и немножечко разъединяет. Из-за любви те, кого не любят, или любят немножко меньше, что произошло с Левей. А говорят, он просто любил ее меньше. Но эти люди чувствуют себя одинокими, брушенными и несчастными. Вот почему нельзя построить общество только на любви. Нужна еще какая-то справедливость. Если мы посмотрим, как в Торе употребляется слово «любовь» 11 раз, и сделаем поразительное открытие. Всякий раз, когда упоминается любовь, начинается конфликт. Исхак любил Исава, а Римка любила Якова. Ну, Яков любил Иосифа больше других братьев и так далее. Это два случая, которые породили соперничество колоссально. А где первый раз вообще появляется слово «любовь»? Ну, написано, что суть любого явления там, где оно в Торе появилось первый раз. Где первый раз появляется слово «любовь»? Вообще фантастика. Оно появляется в жертвоприношении Исхака. Когда возьми своего сына, любимого Исхака, и так далее. То есть тут надо вдуматься, что с этой любовью. А почему так произошло? Почему надо было Исхака в этом? Написано в Идрашахе в Кабале, что когда Авраам устроил пир в честь того, что отняли от груди сына, ангел нажаловался на него, сказал, смотри, он не проявляет любовь к тебе, который даровал ему это. Любовь не должна забывать о Боге. Тогда она сбалансирована и полноценная. И тогда нет ревности на небе. В иудаизме все очень понятно. Мы здесь находимся, потому что нас сотворил, движимый любовью, там, милосердный Бог. И он просит нас тоже любить и прощать других людей. То есть любовь, и особенно божественность, заложено в суть творения, надо только увидеть и рассмотреть. Мы это пробуем, потому что наша главная молитва, шмак, как начинает, люби ближнего и так далее. Поэтому любовь, если есть любовь, будет все остальное. Брахава и Ацлаха. Ну, мы желаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok